Слушайте. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Доброе утро еще раз, уважаемые радиослушатели. Как мы анонсировали, сейчас у нас на прямой связи, посредством Зума будет, точнее уже есть, президент, новый президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Битт. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Да, ну вот вы недавно возглавили, по-моему, сколько, две недели, наверное, время быстро бежит, может быть, уже больше чуточку. Конфедерация работодателей, это один из социальных партнеров правительства, я так понимаю, в ближайшее время состоится вот трехсторонний совет, в котором вы будете уже участвовать в качестве президента ЛДДК. Вот, может быть, несколько слов о ваших приоритетах, поскольку действительно вы возглавили конфедерацию в такое, ну, очень сложное время, сложное для всех, наверное, для предпринимателей особенно, потому что рушатся какие-то, у многих компаний рушатся какие-то прежние связи, санкционная война, понятно, что такое оружие весьма острое и такое обоюдоострое, но вот, может быть, обо всем по порядку. Да, начнем с того, что надо, наверное, разделить все задачи, которые лежат на работе дальнейшей ЛДДК, на две части, краткосрочные и долгосрочные. Долгосрочные те, которые, скажем, у нас в экономике уже болеют давно, это развитие экономики, конкурентоспособность среды бизнеса, дальше риски, которые связаны с зеленой экономикой и теми задачами, которые Латвия на себе брала и так далее. Но больше всего на сегодня волнует и задача дня краткосрочные проблемы или работы, которые связаны с войной, которую Россия начала в Украине, соответственно, с теми задачами или проблемами, которые с этим возникают. И это в основном то, что мы как бизнес, как работодатели понимаем, что мы живем уже больше, чем месяц в полной другой реальности или в другом мире, в другой реальности, как она была десятилетиями, работала, как она происходила с теми связями, логистическими цепочками и так далее, и как наша экономика работала. И сейчас мы должны бизнес, работодатели и государство при… как это сказать по-русски? Ну, неважно, скажите по-латышски. Да. Как научиться жить по-новому? И там есть очень много новых задач и вопросов, которые мы должны в оперативном порядке очень быстро решать между государством и работодателем, предприятием, бизнесом, которые обеспечивают государство деньгами в виде налогов. И мы будем спрашивать от правительства очень новую систему очень быстрого реагирования, потому что мы можем сказать, что, слава богу, мы не живем в военном положении или в военное время в таком натуральном смысле этого слова, а мы живем в экономической войне сегодня, и, соответственно, мы должны принять меры, принять решения очень быстро, не идя по стандартному, долгому, бюрокартическому пути, который можно жить хуже или лучше, но в мирное время. Что это под себе подразумевает? Это подразумевает принимать решения очень оперативно, принять решения уже позволить предприятиям это все делать, а бумажную и законодательную часть организовывать потом. И какие это основные, скажем, группы или отрасли? Это энергополитика, потому что ясное дело, что вызовов очень много с тем, что, скажем, санкционный плюс необходимость отказываться финансировать дальше российскую экономику, покупка энергоресурсов приведет к какому-то довольно глобальному изменению здесь внутреннего потребления. Соответственно, нам очень важно четкое понимание той ситуации, какой оперативный момент Латвии имеет по энергоснабжению, по тому же газу будет, он не будет, откуда будет, можем ли на это рассчитывать или нам надо в оперативном порядке переходить на другие энергоносители, производства, предприятия, общественных заведениях и так далее. В первую очередь, это нужно четкую, открытую информацию, на что мы можем рассчитывать. Мы не думаем, что государство должно решать полностью все проблемы, то, что цены растут на энергоносители и так далее. Это мировая сейчас ситуация, но мы можем вместе сделать то, чтобы этот кризис или эти вызовы как-то уменьшить, негативные последствия их на экономику и работу. Вторая часть – это все логистические цепочки, которые, скажем, последние десятилетия были выставлены основном на сырьевые поставки из России и Беларуси, и, соответственно, которые на сегодня или уже порушились, или будут закрыты, соответственно, чтобы мы оперативно могли переключиться на другие регионы. и, соответственно, при необходимости уменьшая или снимая какие-то другие старые барьеры торговли, тарифов, сертификаций и так далее, чтобы обеспечить непрерывную работу наших предприятий и экспортной отрасли. И третья часть, которая, скажем, касается любого, и первые две также, но касается любого предприятия в Латвии и работодателя, и работника в Латвии – это ценовая инфляция, что мы увидим и уже видим в магазинах, в своих счетах и так далее. Это неизбежная вещь во всем мировом рынке, она не началась только из-за начатой войны, но она уже началась в прошлом году осенью, когда все мировые цены основных сырьевых продуктов начали лететь в небо, и, соответственно, мы уже понимали, что инфляция на кошельках покупателей будет очень большая. И, соответственно, надо понять немножко структуру, что от того момента, когда производители видят, что уже неизбежно ценовое поднятие из-за сырьевых расходов энергоносителей и так далее, до момента, когда эта цена уже видна на полке в магазине, когда человек покупает тот или иной товар, проходит от 6 до 9 месяцев. Соответственно, этот эффект негативный мы начинаем видеть только сейчас, а максимум, наверное, увидим к осени, началу зимы. И, соответственно, надо, я не хочу быть таким вестником плохих новостей, но надо готовиться на довольно большую инфляцию на продукты питания, на энергоносители. Соответственно, задача государства или наша работа вместе с государством – это как можно уменьшить этот большой подъем цен на товары первой необходимости. И, соответственно, мы не можем ждать, что государство будет субсидировать, например, продукты питания, но мы можем, скажем, или закрыть, или не делать вещи, которые заранее были запланированы в мирное и нормальное время, чтобы дополнительно увеличить себестоимость товаров. Например, это касается, как пример, плохой, когда с 1 апреля не закрыли тему и не отменились законы о том, чтобы к дизелю прибавлять биокомпетент. Соответственно, если мы просто говорим это, мы добавляем дополнительно рапсовое масло, что делает две негативные вещи – гоняет вверх цену дизеля, соответственно, всю цепочку, потому что на топливе завязана почти вся отрасль, логистика производства и так далее, и второе, что выбирает с рынка огромное количество рапсового масла, который сейчас уже не хватает в Европе, потому что под солнечным маслом проблемы, и цена его влетит вверх. Соответственно, еще такая мера загоняет спираль инфляции еще вверх. Но это можно было отменить, потому что, если даже это было нормальное решение, если идя по зеленому курсу в мирное время, то сегодня это пагубная вещь, и, соответственно, можно было ее отменить. Да, от этого бы пострадали, наверное, 2-3 предприятия торговли дизелем и энергоносителями, но не пострадало бы или больше, скажем, не начала платить вся экономика. Ну, вот такие вещи, которые нам надо решать на очень коротком плече временном, повседневно, и потому что многие вызовы, они приходят каждый день. Каждый день ситуация меняется, каждый день что-то происходит. Соответственно, мы будем настолько хороши, как эффективно мы сможем подрихтоваться под новые всякие ситуации и ждать момента, пока опять более-менее все устаканится или стабилизируется. А предприниматели, вообще у них есть возможности, ну, по крайней мере, члены ЛДДК, есть возможности, ну, не знаю, с такой словом, лоббировать или предлагать какие-то свои законопроекты, чтобы вы могли достучаться до правительства и сказать, что, вы знаете, вот это надо предпринимателям. Вот там можно упростить бюрократию, там меньше чиновников. Хотя бы вот это же государство может сделать? Ну, это и задача или функция ЛДДК, как одного из трех партнеров правительства, как это, социального диалога, это государство, работодатели и профсоюзы. Арод Бедрибис. Профсоюзы, да. И я думаю, что и надеюсь, и буду все делать, чтобы мы смогли в это трудное время реанимировать эту эффективность этой работы, да. Потому что, ну, нельзя скрывать, что последние годы и с каждым созывом Сейма ситуации, насколько нас, как генераторов налогов и бизнеса и работодателей в одной персоне меньше и меньше слышали и имели в виду то, что мы хотим. Эту ситуацию надо менять, потому что ситуацию это запрашивает, и то, что мы можем совместно, если работаем как три группы и на одну цель, мы можем ситуацию сделать намного удачнее и лучше, чем относимся друг к другу, как игрокам в разных командах. Соответственно, ну, моя задача, как президент сейчас ЛДДК, обеспечить систему и достучаться до того, чтобы мы можем работать как одна команда между работодателями, профсоюзами и государством в основном. Я напомню, мы беседуем с Андрисом Битте, президентом Латвийской конфедерации работодателей. Прежде всего, конечно же, мы поздравляем вас с этой должностью. Хочется надеяться, что вам удастся воплотить в жизнь все то, что сейчас прозвучало, но, с другой стороны, мы же видим те решения, которые принимаются или, скорее, не принимаются, те предложения, которые отвергаются в последнее время, те же самые снижения, даже временные снижения ставки НДС на определенные группы товаров, тот же самый отказ от добавок в дизель, который вы упомянули. Что дает вам надежду на то, что эти предложения, наконец-то, будут услышаны, а, главное, реализованы? Моя работа в общественных организациях, отраслевых в основном до этого, показывает, что не все совсем плохо, потому что есть у нас министерства, есть у нас хорошие примеры, где отрасль производственная, экспортная может работать с министерствами, всем учреждениям, которые работают под ней, очень успешно и очень совместно, как одна команда. И есть в то же самое время примеры, где работы, и очень важных министерств, где работы и сотрудничества практически нет. Соответственно, из-за этого я оптимист, потому что я думаю, что показывая и прибегая к тем примерам, где у нас очень хорошая совместная работа, можно было бы это все мультипликировать и тоже на другие министерства, и в основном не все только можно сделать в одном отдельном министерстве, потому что есть многие вещи, которые нужна координация решений и проблем между несколькими министерствами, и там начинаются проблемы, потому что каждый из-за себя, может быть, еще хорошо воспринимает и работает, а между собой партийные плюс другие нюансы, скажем, не позволяет себе это. И здесь самая главная работа и задача примера, как координатора тех вещей между министерствами. Я, например, по своей отрасли могу сказать, что я очень хорошо отношусь и оцениваю работу в Министерстве земледелия и всех ее учреждений, где мы можем сказать, я уже немножко ниже под продовольствием, если смотря как мы уже последние десятилетия работаем с ними, как одна команда. Соответственно, неважно даже министр, какой партией руководит министерством. В то же самое время, как негативный пример могу сказать, Министерство финансов, где не только наша отрасль, но и я уже как президент ЛДДК могу сказать, там оценка работы Министерства министра очень критическая. Соответственно, наша задача сейчас, работая с премьер-министром, работая с правительством, поднимать и показывать эти хорошие примеры и заставить, научить, аргументировать, чтобы они принимали и другие министерства. Соответственно, из-за того, что я был кандидатом, стал кандидатом на этот пост, я уверен, что это можно сделать. Что я буду думать через три года, это уже увидим. Это точно. Хорошо. Огромное спасибо. Время истекло. Мы благодарим Андреса Бита, нового председателя Латвийской конфедерации работодателей. Еще раз поздравляем с выступлением в должности и желаем удачи. И очень надеемся, что мудрость и государственный подход действительно будут сильнее, чем какие-то политические установки отдельных министров и политиков в целом. У нас с Абиком пауза, после которой мы поговорим о рынке недвижимости. Оставайтесь с нами. Радио.